В 2005 году в рамках проекта развития водохозяйства в Венсполсе была построена станция очистки питьевой воды от примесей железа. Раньше вода была не такая чистая. Ее брали из озера Пузы и только частично из артезианских скважин. Приходилось воду хлорировать и очищать от примесей другим методом. Сейчас железо и марганец мы очищаем естественным способом. Просто вода фильтруется через песок. Химия не используется. А когда-то использовали химию, чтобы очистить воду. Такой способ очистки воды не только безвреден, но и значительно дешевле. При использовании химических веществ процесс становится дороже. Если вода наземная, то обработка должна быть больше. Надо уничтожить бактерии, которые имеются в воде. В сутки в Венсполчане потребляют 7 тысяч кубометров воды, а в праздничные дни расход достигает порядка 8 тысяч кубометров. В настоящее время воду для нужд города добывают из артезианской скважины, расположенной в 14 километрах от Венсполса. Школьники во время экскурсии узнали, как происходит процесс очистки воды, встретились с талисманом Удыки Капелькой, заглянули в лабораторию. Пробы берутся, чтобы констатировать, что процесс очистки проходит успешно. Анализ делают каждый день, определяют количество железа, марганца и аммиака в воде, а также уровень pH. Мы не проверяем на бактерии, поскольку считается, что вода в артезианских скважинах бактерий не имеет. Но чтобы быть уверенными, раз в месяц мы отвозим образцы воды в биолабораторию, где ее и проверяют. Очистка воды от примесей железа в большей степени необходима с точки зрения практического использования воды. Вредного воздействия на организм человека эти примеси не оказывают. Показатели перед очисткой воды от примесей железа свидетельствуют о том, что вода не вредна для здоровья. Вредным считается показатель 4,8 миллиграмма на литр, а у нас чуть больше единицы. Но это не очень эстетично. Вода более коричневая. Не будь венсполсистанцией по очистке воды, горожане по-прежнему удовольствовались бы ржавой водой, которая влияла бы на качество и вкус пищи. В обществе в достаточной степени существует предубеждение, что воду из-под крана пить не стоит. Напоминаем, венсполсе из крана течет питьевая вода. Мы, работающие здесь, пьем эту воду, и многие венсполщане пьют. Купленная в бутылке вода уже не живая, а это живая вода, и она не застаивается. Сколько воды добываем, столько сразу горожане и используют. На станции, помимо руководства и сотрудников лаборатории, работает еще один человек, на чьих плечах лежит техническое обслуживание, а также четыре диспетчера, принимающие звонки, касающиеся аварии и неполадок в сетях водоснабжения и канализации. Работу станции очистки воды от примесей железа контролируют три учреждения. Юлия Костенко, Соловито Демонт, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.